В эти выходные свой профессиональный праздник отметили железнодорожники. Торжества масштабные, ведь 180 лет назад первый в России железнодорожный состав отправился в путь. В Новосибирске юбилей отмечали сразу на нескольких площадках, как расскажет Ольга Маховская. Официальные речи прозвучали, огромный торт съеден, участники благотворительного забега финишировали. Праздничный марафон продолжается. День железнодорожника отмечают в Зайлицовском парке. Виталий пришел с внуком, чтобы показать паровоз. Для маленького Ярослава это пока только большая игрушка. Но уже скоро дед обещал прокатить на настоящем. Это уже семейная традиция. У меня отец, мать тоже отработали на железнодорожнике по 40 лет. Они почетные железнодорожники. И продолжаем династию, свою династию. Сейчас, может, внука приучу, может, внук будет еще работать с нами вместе. Антон тоже решил пойти по стопам деда. Учится ремонтировать поезда. Мечтает стать машинистом. Это, говорит, самая романтическая профессия. Там люди сразу видят все города и людей много. Так что машинист, локомотива лучше всех. Стать лучше всех в кабине симулятора может каждый. Вовремя подаем сесток, ревиз вперед. И все, и поезд рванулся. На этот поезд билет не нужен. День железнодорожника уже для пассажиров устроили на улице Ленина. Тематические фотозоны для взрослых, для детей. Вокзалы поезда из кубиков и мозаики. Здесь можно вспомнить самые приятные поездки. Выбрать себе любого попутчика. Семья Гешваровых, например, решила прокатиться с котом Матроскиным. Да, наверное, все желают прокатиться с такими попутчиками. Для меня поездная романтика – это взять билет на 24 часа и отоспаться под стук колес, убаюкивающий, спокойно поговорить с незнакомыми людьми. В этом году железным дорогам России исполняется 180 лет. И это праздник не столько профессиональный, сколько общероссийский. А для истории Новосибирска железная дорога – вообще точка отсчета. Ольга Маховская, Денис Савинский, Новосибирские новости.